всем привет друзья вы на канале finchop полезные и не очень на днях приобрел очень интересный смартфон от фирмы tecno модель tecno pova neo2 давайте же подробно разберемся что это за зверь такой и стоит ли его покупать но перед этим прояви немного активности поставь лайк подпишись на канал если до сих пор еще не подписан и напиши в комментариях свое мнение о этой диковинке спасибо ну а теперь погнали поставляется смартфон довольно стильный компактной коробки внутри нас встречает сам смартфон немного муглатуры чехол пленка которую кстати забыли поклеить на телефон шнур юсби си блок питания на 18 ватт и скрепка дизайн смартфона необычен глянцевая задняя панель разбавлена треугольным прямоугольником блока камеры выглядит это довольно самобытно но я бы сказал на любителя у меня версия в синим цвете есть также варианты сером и черном исполнении габариты смартфона следующий высоту 170 миллиметров ширину 77 и 7 миллиметров толщину 9 и 6 миллиметров вес аппарата при этом составляет 233 грамм ничего такой кабач но учитывая мощный аккумулятор вполне себе приемлемый вес материалы корпуса у нас пластик плюс стекло вся тыльная панель и боковые рамки выполнены из глянцевого пластика лицевая же панель прикрыта защитным стеклом смартфон просто противопоказано носить без чехла либо гидрогелевой пленки он моментально собирает отпечатки пальцев и за считанные секунды превращается в заляпанный кусок чехол конечно увеличивают и без того немалые габариты устройства но я настоятельно рекомендую вам носить его в какой-нибудь защите по-другому просто невозможно давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления правой стороны расположились кнопки увеличения и уменьшения громкости кнопка включения и выключения она же сканер отпечатков пальцев и кстати он зарабатывает у нас довольно точно но не слишком быстро на нижней грани вынесены динамик порт usbc для зарядки микрофон и трех с половиной миллиметровый джек на левой стороны расположился лоток для sim-карты он у нас полноценный можно разместить две сим-карты и одну карту памяти верхняя же грань осталась свободна на лицевую панель вынесены решетка динамика и отверстие под селфи камеру на тыльной стороне расположился треугольный прямоугольник основного блока камер с вышка и внизу надпись технопова работает смартфон под фирменной оболочкой high os 12 версии на основе 12 android целом оболочка неплохая интуитивно понятная с возможностью кастомизации и ряда интересных особенностей так и как увеличение оперативной памяти до 7 гигабайт за счет выделения дополнительного места есть и другие интересные особенность об одной из них мне поведал подписчик это наличие мусульманского времени с точным по часовым расписанием молитв и компасом показывающий направление к меке такого еще нигде не встречал если кому будет интересен подробный разбор этой оболочки хайос пишите в комментариях и я запилю этот ролик двигаемся дальше экрану смартфона IPS на 6 и 82 дюйма с разрешением 1640 на 720 пикселей плотность составляет 263 ppi к особенностям можно отнести повышенную герцовку в 90 герц с возможностью ручного выбора площадь экрана по соотношению корпуса составляет 83 с половиной процента мультитач на пять касаний запас яркости неплохой но на солнце скорее всего вам его будет не хватать минимальная яркость хорошая хотел бы отметить отличное олеофобное покрытие на борту функция защиты глаз которую вводит картинку в более теплые тона за быстродействие системы отвечает 12-метровый восьмиядерный процессор от mediatek helio g85 работающий на двух высокопроизводительных ядрах cortex-a75 и 6 энергоэффективных ядрах cortex-a55 за графику отвечает графический процессор mali g52 mc2 оперативной памяти у нас 4 гигабайта типа lp ddr4 x физической памяти 128 гигабайт есть также версии на 6 128 либо 464 гигабайт вся эта связка набирает в antutu почти 210 тысяч баллов давайте же посмотрим на что способен наш сегодняшний герой играх ссылка высокая высокая скажу на 120 сглаживание давайте мы сглаживание включим 2x 2x 95 или ты стал здесь утра ладно 40 fps но нифигаси ну чё гра ну чё гра высокий в спину Сверху, все ли, все ли, все ли, все ли, все ли. Ну и можно поставить на 60 кадров, ух тихо 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 Тише будет, держите Нужно 35, даже идёт 36 Рисадочка идёт 60 кадров на низких настройках графики Пиши в комментариях какие игры ещё протестировать И как только мы соберём более 200 лайков под этим видео Я запилю полноценный игровой тест С огромным количеством игр С играми закончили, переходим к синтетике Geekbench 362 балла в 1 потоке И 1373 в многопоточном режиме Слинкшот 1800 Wattlife Extreme 3 test 191 Wattlife Extreme Тест на троттлинг смартфон проходит замечательно При 100 потоках за 15 минут 135 максимум Минимум 113 За 30 минут при тех же 100 потоках Максимальное значение 135 гипса Минимальное 119 Среднее же составило 132 гипса Переходим к фото-видео возможности В смартфоне установлен основной блок камеры на 2 сенсора Главное на 16 мегапикселей с апертурой 1.8 Второй AI сенсор на 2 мегапикселя Селфи камера у нас на 8 мегапикселей с апертурой 2.0 Из особенностей стоит отметить двойную LED вспышку, которую можно включать по желанию Особых надежд не стоит питать Максимум видео пишется в Full HD 30 кадров в секунду, хотя они там пишут что 2К Понятное дело Заявлен автофокус, цифровой зум, панорамная съемка Вот примеры фото-видео возможностей в дневное и ночное время суток Немножечко постановляем Видео пишем в основную камеру 16 мегапикселей с апертурой 1.8 Максимальное приближение 8x Солнышко Понятное дело стабилизации никакой нет Ясно? Ну, вот так вот мы видим Давайте проверим автофокус Как он будет работать Автофокус работает хорошо С этим проблем у него нет Фокусируется быстро Так, ну и немножечко на селфи камеру Поснимаем Здесь у нас 8 мегапиксельный датчик С апертурой 2.0 Пишется в 1080 30 кадров в секунду Это максимум я, что она может писать Зато хорошо микрофон пишет Вот так все это дело у нас Выглядит у нас яркое солнце Поэтому я без сути буду щуриться Стабилизация, конечно, не отрабатывает Это слово совсем Ну и понятно, какая стабилизация Такие деньги Вышли на нашу любимую дорожку В вечернее время суток Пишем видео 1080-30 кадров в секунду Так называемое 2К Иду сейчас быстрым шагом Сложные условия Конечно бы не стал записывать Движение Видим, как он пишет в статике Более или менее нормально Особых надежд не стоит, конечно, испытывать На него Давайте здесь какая-то перчаточка На ней попробуем сфокусироваться О! Работает Фокусируется Да, автофокус работает даже в ночное время суток Нормально Вполне себе Теперь пишем на селфи-камеру Восьмиегапиксельную Апературу у нас 2.0 Давайте проверим ролик шатр Ну, я пока не вижу Может, вы увидите чуть больше Или на рендере увижу Вполне себе вроде ничего Заявлен автофокус по лицу Еще одна, кстати, особенность Это у нас двойная LED-спышка в селфи-камере есть Давайте я его включу И вот так вот у нас работает двойная LED-спышка Получше, да, конечно, освещение вроде нормальное Ну, в полной темноте Отлично будет В принципе, довольно-таки неплохие возможности Я ожидал намного худшего Вполне себе, вполне себе Приемлемо Звук у смартфона добротный Динамики громкие Звонок вы точно не пропустите Мало того, тут у нас еще и стерео Полуторка В смартфоне до 10000 рублей Стерео Это приятный сюрприз На борту полноценный FM-радио Для кого-то это важно Технология звука DTS С предустановленными режимами Поддержка кодеков AAC и AAC Plus Также есть возможность настроить звуковые эффекты Басы, высокие частоты Ну и не забыли про стандартный эквалайзер С персональной настройки частот За это им отдельное спасибо В общем, звуковыми возможностями я доволен Смартфон явно переплюнул все мои ожидания Далее Коммуникации Bluetooth 5.0 Туг диапазонный Wi-Fi Спутники GPS Beidou Galileo GLONASS Все спутники ловит хорошо С точностью до 1 метра Поддержка LTE CAD 7 NFC модуль на борту Работает из коробки Под датчиком Акселерометр Компас Датчик света Приближение Гироскоп И датчик магнитного поля По связи Поддержка всех актуальных бендов в нашей стране Связь держит хорошо Без обрывов соединений Есть возможность записи собеседника без его уведомления Что касается аккумулятора Компания делает большой акцент на этом аспекте Здесь у нас установлена батарея на 7000 мАч В сочетании с не самым прожорливым процессором И небольшим разрешением экрана В теории смартфон должен бить все мыслимые и немыслимые рекорды автономности Так ли это на самом деле? Давайте проверим В PC марке смартфон выдал 13 часов 8 минут и осталось 18% заряда Тест я проводил на максимальной яркости при 90 Гц Не самый выдающийся результат И тут я решил проверить реальную емкость И вуаля все встало на свои места Вместительный объем состоял 4926 мАч Зачем нужно обманывать своих потребителей Рисуя эфемерные 7000 мАч Остается загадкой Ладно, оставим это на совести производителя В комплекте идет 18 ваттный зарядный блок питания Он заряжает смартфон за 15 минут на 13% За 30 минут на 25% За 1 час на 48% И полная зарядка происходит за 2 часа 35 минут К другим тестам аккумулятора В игре Genshin Impact На максимальной яркости смартфон разряжается за 15 минут на 2% За 30 минут на 4% И за 1 час на 15% заряда аккумулятора При проигрывании ютюба за 15 минут Батарея теряет 1% За 30 минут 3% И за 1 час 6% заряда аккумулятора Тест я проводил на максимальной яркости в 90 Гц Подведем итоги Смартфон получился довольно неплохим Даже несмотря на моменты с аккумулятором И отсутствием пленки на экране Хорошее сбалансированное железо Отличный стереозвук Довольно быстрая и интуитивно понятная оболочка Доступность в магазине Делают этот смартфон отличным выбором Среди бюджетников до 10 тысяч рублей Пиши что ты думаешь о гаджетах техно Ставь лайки Подписывайся на канал если еще не подписан Залетай на Яндекс Рутюг Подписывайся на мой Телеграм Там я регулярно публикую свежие новости о гаджетах И скидки на Алиэкспресс Всем мира добра и позитива И пусть все у вас будет по фэньшую До новых встреч Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok